Добрый день! Сегодня мы рассмотрим новый Megaminx от Yuxin. Это Little Magic V3M. По крайней мере, под таким названием он продавался. На коробке мы видим Speedcoup V3, китайские символы, буковка M, Magnetic, строение. Понятно, что Megaminx магнитный, другие уже нет смысла покупать. Здесь мы видим, что есть стандартная цветовая схема и цветовая схема с черным верхом. Одногрань черная вместо серой, так как я и люблю. Что-то здесь является кодом товара, наверное 1679, до трех лет не давать, не соберут. Ну а в три года уже можно. Извлекаем отсюда фирменная подставка. Здесь бледно, но написано Yuxin, логотипчик. Также здесь сам Megaminx. Инструкция скромненькая. Но здесь какие-то схематичные изображения сборки. Естественно, не интересно. И по своей новой, не пойму зачем, традиции, Yuxin кладет пустую ерунду для создания объема. Быть может это ради того, чтобы головоломка не повредилась при перевозке. Но решение крайне странное. То есть коробка увеличивается вот настолько. Могли бы сделать коробку поменьше. И у них в партии Megaminx занимали бы меньше места. Но возможно компания считает, что так выглядит презентабельнее, дороже, престижнее. И продолжает это делать. Так у них и в Penrose пирамидке было. И в трешке. Вот и тут. Так, это все убираем. Ну, подставочку мы... Не знаю, чем она поможет Megaminx. Хотя поставить можно. Не пробовал. Еще стоит. Удивительно. Ну, допустим. Что хорошего в этом Megaminx? Я его купил, не раздумывая. Вместе с Crazy Megaminx, который от Cingso. Почему? Ну, трешка Yuxin очень хорошая. Серия Little Magic. Бюджетный куб достойно вращается. Здесь есть черная грань. То есть продается с черной и с серой. Да, и причем не как у Yuxin 2M. Можно купить обычный, а потом докупить, если найдешь, черные детальки и самостоятельно это поменять. Здесь сразу просто две версии. Либо серая, если ты любитель обычных Megaminx, либо не разбираешься. Либо черная, если тебе нравится именно так. Если ты знаешь много олл, и для тебя эта расцветка важна. Так что это преимущество. Также здесь размер грани 33 мм. Что меньше, чем у Yuxin. И та же, как у современных топовых Megaminx. Для сравнения я достал предыдущие две версии Megaminx Little Magic. V1, V2. Вот эта первая, вот эта вторая. Ну, понятно, что о каком-то сходстве здесь речи идти не может. Это просто маркетинг. Успешное название. Применяем и дальше. У первой версии логотип покрупнее. У второй помельче. Шумные, старые, ненужные, неактуальные. А может ли наоборот. Я уже, честно, не помню. Кто из них первая, кто вторая. Ну, я их просто так достал, чтобы показать, что они существуют. V3M это единственный актуальный Megaminx от компании Yuxin. Так он магнитный. То, что здесь бортики вот такой формы, это даже хорошо. Они приятные. Центры круглые, вдавленные. Что я заметил сразу, здесь вот написано Yuxin, логотипчик. И это, походу, напечатано. Здесь форма крышечки вдавленная. То есть, как бы вмятинка в центре. И, видимо, наклейка, как на кубике, наверное, бы отклеилась. На Little Magic V2M кубике 3х3. Здесь, ну, видно, приклеен логотип. Здесь же напечатанный. Интересно, и разница в чем. На кубике была китайская надпись. Здесь только английская. Да и как-то он поярче. Ну, наверное, хорошо. Сам Megaminx. Вращаем. Я не назвал бы его тихим. Вращение такое жесткое и шершавое. Заливал от него разные смазки. В основном, наверное, белую мору. И крутится. Собирать его приятно. Я сейчас скажу, что в бюджетном сегменте есть несколько магнитных Megaminx. Есть Mr. M от Sengson. Мне не очень понравился. Есть Yuhu 2M. И вот есть теперь Yuxin. Также есть Meilong 3M. Но его я даже покупать не стал. Так как форм-фактор неудачный. Такой же, как у Yuhu самого первого. Гуанху, Кубинг Классром. Те, внимание, недостойные. Поэтому, на самом деле, в бюджетном сегменте магнитных Megaminx. Вот два единственных конкурента. Yuhu 2M с своей оригинальной структурой элементов. Вот такой вот кружок. Красиво и хорошо. Приятно мягко вращается. Но он более крупный. И Yuxin. Нормального, уменьшенного размера. Удобного. Современного. Здесь у него вполне явно выделяющиеся бортики. Цепляться удобно. И они не мешают. И он с черной гранью. Что еще нужно? По вращению. Yuhu мягкий. Специально его повращал. Yuxin. Более жесткий и шершавый. Так что кому какое вращение больше нравится, выбирайте. Давайте сделаем сборочку. И я расскажу все, что про него подумал, почувствовал. И какие выводы для себя сделал. Собираем крест. Заодно послушайте звук. Так, крест готов. Первый слой. Я неплохо собираю Megamin, хоть и не так часто. В последнее время это делаю. Кое-какие алгоритмы позабывал. Для последнего слоя. Так что собрать-то смогу. И оценить, думаю, тоже. Сделал на нем сборок 50, наверное. На время почти не делал. Но без времени собирал достаточно. Он вполне быстрый. Контролируемый. Удобный. Не всегда хватает мягкости. Что было на Yuxin. Не всегда кажется, что чуть-чуть лакапит. Но я думаю, разработается. Я ослаблять его не стал. Я думаю, что потенциал у него есть. Так, что тут оранжевая. Собираем финальную пару. Так, OLL и PLL. Вот он, Megaminx. Собран. Цвета отличные. Он глянцевый. В руках держать приятно. Не особо тяжелый. Полегче, наверное, чем Yuxin. Размер грани 33 миллиметра. Как у современных хороших Megaminx. И все бы хорошо. Но этот Megaminx для меня останется именно в разряде бюджетных. По крайней мере, пока. Если на Yuxin 2M ставили национальные рекорды. Собирали очень быстро. То, мне кажется, Yuxin пока вот в этом состоянии немножко не дотягивает. Не говорю, что он хуже, чем Yuxin 2M. Но пока я, привыкший к хорошим Megaminx, вижу в нем, что чем-то он не дотягивает. Нет плавности. Чуть-чуть, быть может, резко углов. Чуть-чуть скорости. Поначалу я думал, что он прям сильно медленный. Но сейчас сравниваю с другими. Да вроде и не сильно. И наверняка притрется. Если они навыдумывали всякого строения. Какие-то тут насечки, чего не было на старых версиях. Возможно, это как на что-то повлияло. Но общее впечатление от Megaminx положительное. Я вообще поначалу думал, что вот он. Наверное, идеальный Megaminx будет. На который я перейду после своего Даяна. Так как Даяна всем хорош. Практически идеальный Megaminx. Если бы не серая сторона. Мешает мне. Не нравится. Собирать, конечно, можно. Но всякий раз думаешь, вот была бы черная. Было бы гораздо лучше. И я очень надеялся на Yuxin. Хоть он и бюджетный. А Даян все-таки в топ-сегменте. Хоть и не как Ган стоит. Но на деле Даян остается лучшим Megaminxом на данный момент. Он гораздо быстрее. Гораздо плавнее, четче и все подобное. Во всем лучше. Ну, как-то так. Но трудно было ожидать другого. Это лично мои предпочтения были. И фантазии, что Yuxin сможет превзойти Даян. Но нет. Yuxin это бюджетный Megaminx. Так же, как и Yuxin. И в бюджетном сегменте выбирайте из двух. Покрупнее и помягче Yuxin. Пожестче и современного размера Yuxin. В обоих есть черная сторона. У Yuxin ее приобрести легче. Просто выбрать с черной стороной. У Yuxin нужно докупать черные детальки. А их еще нужно поискать. Как-то так. Так, Даян. Лучший Megaminx. Да? Лучший Ганн. И на Гане, и на Galaxy LM тоже собирать можно. Из дорогих современных Megaminx совсем плохой только Аухону VRM от Мою. С него, наверное, началась моя нелюбовь к серии VRM и кубам от Мою. Хотя там есть и достойные модели. Но, как-то так. В итоге, всякое немагнитное мы больше не рассматриваем. Бюджетки вот. Топовый Megaminx вот. За разумные деньги. Отличные Megaminx. Выбирайте, какой вам нравится. Yuxin я еще покручу. Я верю, что он притрется. И, возможно, даже станет лучше Даяна. Потому что на Даяне я все-таки больше тысячи сборок прокрутил. А здесь пока, наверное, сотни даже нет. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.